пытаюсь восстановить плейлист по общему языкознанию тут войны болезни загрузка на работе так что останавливал последнее что там было это по системности лексики вот системность даже не лексики системности языка вот тему язык как система но там в общем виде было какие есть описание сейчас перехожу уже собственно к реальным описанием наиболее распространенное описание этого структуралистская то есть язык как некая структура и структура она прежде всего определяется парадигмой и синтагмой ну наиболее общем виде парадигматические отношения это отношение по которым отношение признаков по которым отличаются друг от друга языковые единицы то есть это таблички мы признаки по которым они отличаемся практически всегда можем свести в табличку вот у меня тут много на канале описание конкретных языков там допустим по фонетике табличка это парадигма или допустим вот по глаголу табличка там первое лицо второе лицо множественное число единственное вот эта парадигма то есть это признаки по которым различаются различные формы и они формируют обычно вот двухмерную таблицу лингвистики синтагматические отношения это отношение в потоке речи которые идут идут по горизонтали то есть допустим я смотрю вот тут я и смотрю это синтагма то есть это отношение вот допустим я определяет что будет первое лицо усмотрю связь есть отношение есть но это не парадигма а это синтагма то есть она горизонтально по функции нужно сказать что системе различаются номинативные единицы которые обозначают отдельные предметы коммуникативные единицы системы языковой допустим предложение то есть в кат которые обозначают ситуацию в целом и строевые или структурные единицы из которых они формируются допустим звуки но это в общем виде про ярусы будет следующее видимо клип про уровни языка просто это нужно зафиксировать что есть языке разные уровни допустим минимальный уровень это звуки из которого состоят все другие уровни да там номинативные коммуникативные и так далее ну так вот парадигма или синтагма она может быть только на одном уровне допустим мы рассматриваем фонетический уровень парадигмы будет как раз вот эта табличка фонем по каким признакам они противопоставлены да а синтагмы будет как они сочетаются в потоке речи вот допустим всяческие правила ну вот в русском языке если мягкая согласная то после нее будет передний звук допустим дё вот допустим в немецком языке нет мягких согласных поэтому там может быть сочетание д то есть да это переднего русском она сочетается только с мягкими согласными вот это правило по синтагме а сочетание с твердым не может быть да не может быть русском только дё вот это правило по синтагме синтагматическое отношение между звуками а парадигма это допустим вот и о это рад два разных звука которые противопоставлены по признаку передние непередние иерархия определяется между единицами разных уровней то есть иерархические отношения между единицами разных уровней не рассматриваются в парадигме синтагме и будут следующем клипе уровне языка при этом тем не менее взаимодействуют что влияет в том числе на их парадигмы и синтагмы самым подвижным считается лексический уровень то есть слова они легко заимствуются меняется самый консервативный уровень языка это грамматика поэтому грамматика является центром языковой системы алексика периферии в частности вот при оценке искусственный язык или естественный смешанный это язык или это язык определенной группы в основе нужно смотреть на грамматику то есть вот сибирском языке если грамматика из сибирских диалектов то ядро языка сибирская там какие-то термины естественно конструируется и так далее что лексика подвижные раз их не было изначально сибирских диалектах то мы конструируем и всегда так делать ну и то же самое допустим для русского определяется если там грамматика смешанная церковнославянская с украинской то это смешанный язык по своей сути суть парадигмы заключается в том что однотипные единицы языка либо сходные либо противопоставлены парадигма проще всего нарисовать конечно фонетики дечёткие признаки которые акустических там уже фиксируется физически но стилистики тоже можно допустим однородная единица стилистики это синоним а и это парадигма потому что синонимы выделяется в признаку сходства парадигма это все что по признаку сходства либо различии значений если они противопоставлены то это оппозиция допустим минимальная позиция это вот первое второе лицо они в оппозиции находятся. В грамматике очень много оппозиции, допустим, настоящее время прошедшее, это оппозиция. Оппозиция, то есть это явление парадигматических отношений, это явление в парадигме, когда две единицы различаются, потому что они обладают противопоставленными признаками, противоположными. Либо настоящее время, либо прошедшее. Допустим, либо именитный падеж, либо винительный. Вот это оппозиция. Последовательно полных оппозиций обычно языки не имеют. То есть, если мы строим полную схему в естественном языке, как правило, там будут дыры. Особенно в лексике. То есть, в лексике мы можем построить оппозицию, допустим, по какому признаку? По коннотациям. Допустим, этот объект плохой, этот объект нейтральный, этот объект хороший. Но обычно полные мини-группы, то есть, полная группа всех оппозиций для одной лексической единицы обычно не наблюдается. К тому же, всякие коннотации, то есть, дополнительные значения, которые мы вносим, оценочные, они очень разные, могут быть противоречивыми. То есть, мы можем оценивать предмет как вредный, но привлекательный, что-нибудь такое, и выражать это в языке. Коннотация может противоречить предметному содержанию. То есть, объект какой-то хороший по своей сути, а мы его все равно оцениваем отрицательно и вносим это в коннотацию. Это все запутывает дело, и построить правильную оппозицию в лексике довольно сложно. Чтобы там были все необходимые, допустим, коннотации, четко противопоставленные. Как мы можем легко сделать это в фонетике, легко сделать в грамматике. Поэтому теория оппозиции разрабатывалась структуралистами в основном на базе фонетики, где все просто, а потом уже переносилась на грамматику и на лексику. Ну, вот примеры, о чем я говорю. Допустим, в лексике увеличительный и уменьшительный суффиксы – это парадигма. Котище, кот, котик. Вот маленький он, потом противопоставленное отсутствие этого значения, потом он большой. Это типичная парадигма. Но, как уже говорил, вот полную такую трудно построить. Часто. Ну, или вот, допустим, в синтаксисе. Причастный оборот противопоставлен предаточному определительному предложению. Это парадигма. Ну, и лица глагола уже говорил. Лица глагола проще, потому что это морфология. В стилистическом отношении, пример оппозиции, ну, вот еще помимо экспрессии, то, что вот выше рассказывал, да, помимо экспрессионных, может быть стилистическая оппозиция, то есть закреплены за отдельным стилем. Допустим, город – это нейтральное слово, град – книжное, и населенные пункты – официально деловое. Это все равно будет парадигма, в данном случае стилевая. Надо еще сказать, что оппозиция может быть не только, когда признаки четко выражены, а, допустим, нейтральный признак может быть противопоставлен маркированным, то есть оппозиция по принципу «признак выражен, признак не выражен». Причем в стилистике эта маркированность меняется, потому что лексика меняется, значения слов меняются, и маркированность во времени меняется. Допустим, типичный пример оппозиции нейтрального и маркированного – это оппозиция слова современного и устаревшего. Но это меняется, допустим, вот слова, которые в основном запасе, часть из них устаревает, они становятся архаизмами, они становятся маркированными. Кроме того, недавно возникшие слова, они противопоставлены как неологизмы нейтральным словам. Потом они теряют свою маркированность и становятся обычными словами. Также можно отметить в лексике важное социальные коннотации, то есть которые характеризуют, что человек принадлежит, допустим, к молодежи, молодежные слова употребляет, или человек принадлежит к программистам, какие-то слова характерные для программистов употребляют, то есть сленг употребляет, и это маркирует, и эта оппозиция, она противопоставлена нейтральным словам. Стилистические противопоставления могут также проецироваться на грамматику, и грамматики тоже могут быть нейтральные, книжные, разговорные единицы, и в принципе изучается широко парадигма синтаксиса. Синтаксис тоже, хотя это ко всему предложению относится, все равно он, это системное, да, то есть там противопоставлены, допустим, простые, сложные предложения, там различные способы формирования этих стилистических значений, это все то же самое. Синтагма, синтагматические отношения, это наоборот единицы, когда они вместе. Допустим, для синтаксиса синтагмом являются слова «сочетание» или отдельные члены предложения. Для лексики синтагма – это, допустим, лексическая сочетаемость, то есть одни слова вместе могут быть и определять друг друга другие не могут быть. Причем это иногда не совсем зависит от значения слов. Синтагматика менее такая ясная, чем парадигма. В парадигме я там просто таблицу нарисовал, и все понятно. Но правил синтагмы тоже есть, и они тоже интенсивно изучаются. Допустим, есть правила постоянной заполняемости этих структур, то есть когда всегда одно сочетается с другим и никак иначе. Ну вот, допустим, местоимение «я» будет всегда сочетаться с первым лицом глагола. Могут быть переменные, то есть иногда сочетаются, иногда нет. На синтагмы влияет также синтаксис, и разные стили, для них характерны разные синтагмы, синтагматика. Нарушение синтагматики тоже возможно авторское, и может само по себе приносить дополнительные значения. Автор может показаться креативным. Ну и часто синтагмы нарушают те, кто плохо знает язык, потому что у нас при изучении языка обычно перекос на парадигмы. У нас грамматическая традиция идет с греков. Греки выделили парадигмы, и вот с тех пор в основном у нас изучение основано на парадигмах. Это вот парадигмы выучивают, а синтагмы нет. Потом выглядит смешно, когда иностранец, не понимая принципов сочетаемости, лексической, грамматической, несет какой-нибудь поргу. Тоже такое есть. Поэтому сейчас вот коммуникативный метод развивается, когда параллельны и парадигмы языка, и синтагмы. То, что синтагма не менее важна в системе, чем парадигма.